В городе ко дню рождения наведут порядок. 17 июня, сообщили в гуросполкоме, проведут субботник. Основные трудовые силы направят в Подниколье на благоустройство парка. Также в Могилёве уберут наносной мусор, очистят магистральные улицы, наведут порядок на дворовых территориях. В Могилёве в грядущие выходные устроят большую ярмарку остатков. Непродовольственные товары белорусских производителей из прошлых коллекций можно будет приобрести на улице Миронова в Могилёве в районе стадиона «Спартак». Ряды ярмарки будут работать с 10 до 17.00. Еще больше могилевчан смогут учить китайский язык. В университете имени Кулешова открыли Центр китайского языка и культуры. На торжестве были и представители посольства Китайской Республики. В Могилёве уже есть класс конфуция под руководством Института конфуция Минского государственного лингвистического университета. Он действует в гимназии номер 3. Его посещают 250 гимназистов. 26 команд по 13 из каждого района Могилёва вышли на тропу здоровья. На стадионе «Торпедо» прошел спортивный праздник любителей здорового образа жизни. Более 400 пожилых могилевчан соревновались в дартсе, боулинге и стреляли из винтовки. В этот раз тропу здоровья посвятили 750-летию Могилёва. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А это ангиограф-аппарат не менее важный и нужный, например, для горожан с проблемами кровообращения. Кстати, первое место по смертности в Беларуси занимают именно заболевания сердечно-сосудистой системы. Если говорить конкретно про нашу больницу, то за год у нас проходит где-то порядка 500-600 больных с инфарктами, которые так или иначе нуждаются в оперативном лечении. Так что да, потребность есть. С помощью ангиографа мужчине делают диагностику сосудов перед серьёзной операцией. Это помогает избегать осложнений. Самый большой плюс развития материально-технической базы нового оборудования – это возможность выявлять проблемы на ранней стадии. Больная была обследована, и у неё на КТ-аргиографии была выявлена вот аневризма базилярной артерии. Видите, вот она. Это что такое? Значит, вот смотрите, вот это нормальная артерия, которая кровоснабжает основание мозга. Ствол, ну вот, вот она идёт, и вот её ветви. Вот этого мешочка тут быть не должно. Это и есть, собственно, аневризма. Расширение артерии. И именно она, учитывая, что у неё тонкие стенки, они могут рваться, вот как в нашем случае произошло, они разрываются, и кровь изливается в мозг. Вот она именно была заэмболизирована. То есть через вот эту вот артерию сюда были доставлены тонкие-тонкие спиральки, и ими полностью выложен этот вот мешок. Вот так вот это стало. Время операции порядка часа, полтора. Конечно, здоровье в деньги не переводится, но при формировании бюджетов, например, учитывается, что на Могилёвщине ежегодно пролечиваются около 40 тысяч пациентов с ишемической болезнью сердца. Это социальные стандарты. Также пополняют бюджет больниц и поликлиник платные услуги. 50% заработанной прибыли, не менее того, мы должны направлять на заработную плату. Этот размер установлен законодательством Республики Беларусь. Вместе с тем, это дополнительный объем работы, который наши специалисты, наш кадровый потенциал, просто оплачивается дополнительный объем работы. Думают в Могилёвской городской больнице о приобретении и нового МРТ. Дело времени. Функциональный аппарат стоит около полутора тысячи евро. Поэтому без помощи кредитных ресурсов и государства не обойтись. Наступило долгожданное лето. Время отдыха и веселья у детей. Могилёвские школьники уже на каникулах. Студентам осталось дать буквально несколько экзаменов и вперед к новым приключениям. А чтобы вы могли позволить себе большинство развлечений, мы расскажем, как можно прежде на них заработать. Один из вариантов трудовой занятости – это работа в родной школе. Например, ученицы 33-й в этом кабинете изготавливают шторы. Привет! Здравствуйте! Расскажи, насколько трудна работа? Ну, я умею и шить, и кроить. Поэтому для меня это особой трудности не составило. Чтобы изготовить вот такую штору, сколько времени необходимо? Ну, примерно на одну штору, где-то приходится дня два. Этот заказ из нескольких десятков штор отправляется в Дом ветеранов. И, судя по первой реакции, выполненные работой довольны. Хочется большое сказать спасибо детям, которые шили вот эту прелесть, вот эту красоту для наших ветеранов. Чтобы наши ветераны могли почувствовать себя как дома. Уютно, тепло, свежо, красиво. В школе подростки шьют, вышивают, занимаются даже ландшафтным дизайном. Работа найдется. В этом году впервые нам предложили, разрешили премонтировать мебель для школы. Это комплект для кабинета одного. И нам стульчики для кабинета обслуживающего труда. Ну, и ремонт помещения. Краска стен акриловыми красками. За все за это? За все за это труд оплачивается, да. Заработная плата учащихся повременная и зависит от возраста. Дети от 14 до 16 лет за час получают 2 рубля 74 копейки. Те, кто постарше, 16-18 лет, рубль 80. Совершеннолетние чуть более полутора рублей. Заказы на работу для школьников учреждения размещают в Могилевском центре занятости. К этому лету заявки были поданы от 46 учреждений города. Благодаря им найти работу смогут 700 ребят. Иная ситуация с трудоустройством молодежи за счет средств нанимателей. Пока заключат договоры, могилевские предприятия не спешат. В этом году мы направили более 200 писем на предприятия различные в городе. К сожалению, на сегодняшний момент мы получили только 5 положительных ответов. Ребят, которые готовы принять к себе на работу. В основном это заявки для Кулешова, это вожатые, воспитатели. После третьего курса студентов готовы у нас забирать. Большое количество вакансий у нас есть. Также прорабатывается сейчас вопрос с ООО-лентой, для того, чтобы они приняли 11 ребят в качестве подсобных рабочих. Подростки, желающие заработать, обращаются либо к заведующей по воспитательной работе в школе, либо приходят в Могилевский центр занятости на улице Космонавтов, дом 17. Если есть уже 18 лет, на сегодняшний момент есть заявки продавец кваса, продавец мороженого, то студенты могут участвовать в этих направлениях активно. Ждут в Центре занятости и заявки от сельскохозяйственных предприятий. С новой смотровой площадки на территории Могилевского агролесотехнического колледжа открывается вид на то самое место, где 28 июня 1944-го 20-летний лейтенант Мельнов с солдатами Красной Армии освобождали Могилев. В память о подвиге события того времени решено реконструировать. Это один из подарков агролесотехнического колледжа родному городу к 750-летию. Строительство площадки, с которой можно будет наблюдать за постановочными боями, ведут учащиеся и мастера. Делаем основательно. Размер ее 8х8. Примерно 50 человек будет размещать. Обычно делали, когда мы какие-то конструкции, возвышения, даже если взять вот эту вышку. В чем момент был? Момент в том, что мы в основном раньше постоянно закапывали столбы в землю. Получается, что вышка вроде как крепкая, но в земле понятно, что древесина быстрее гниет. Здесь мы пошли другим путем. Мы сделали свайные фундаменты. То есть, ну, сделали свайные фундаменты. И на эти свайные фундаменты уже установили брусы. Можно сказать, больше пытаешься делать не на опыт, а больше, чтобы... Ну, приятно было, чтобы когда сюда пришли, чтобы могли посмотреть, что как тут в уничеях косило везде. В низине, где вскоре развернется реконструкция, появится и целый музей под открытым небом. По правому флангу – сооружение военного времени. По левому – боевая техника. В колледже уже начали строительство нескольких экспонатов. Один из них – немецкий самолет «Мессершмитт-109». В данном случае вот сам корпус очень повезло. Старая вентиляция, которая, пацану, у нас мастерская была. То есть, смотрите, как получилось. То есть, сама труба, все пропорции. Сами вот эти вот внутренние части. Но опять же искали ДСП, нарезали, вымеряли. В чем красота? Знаете, в чем красота будет? Он будет сбитый. Он красиво сделанный, но он будет сбитый на поле. Потому что здесь, ну, величайший бой шел, так, при освобождении Могилева. И была и артподготовка, и самолеты летали, бомбы сбрасывали. И его сбили. И на том месте, где старые жилы говорят, что был забитый немецкий самолет, мы установим этот, который произвели коллеги колледжа. Экспозицию открытого музея дополнит автомобиль ЗИС-5. Возможность перевозить более пяти тонн груза, а также повышенная проходимость. Делали авто чуть ли не основным транспортным средством Второй мировой войны. В настоящее время мы видим только острову и ходовую часть. Далее все остальные, значит, части автомобиля будут при помощи чертежей того времени пытаться восстановить. Значит, железо гнем, бьем, клепаем, варим. Все, что можно, чтобы, как бы, очень близко напоминало автомобиль того времени. К юбилею города в Могилевском колледже откроет и обновленный, отремонтированный музей Симонова. Здесь размещена одна из самых больших коллекций материалов военного корреспондента, подаренная учебному заведению ныне покойной Тамарой Бусько. И, конечно, композиция хорошая получается. Там оборона, здесь освобождение. И именно Симонов здесь в центре между тем и тем. В музее, где он же был здесь во время, те великие события, и горячий снег его статья, и живые, и мертвые, и прах его здесь. И очень к месту музея Симонова именно здесь у нас. И мы делаем это в новых материалах, в современных. Но суть, грамотность, творчество, реалистичность тех времен в его произведениях, все здесь будет показано. Все работы по созданию военной экспозиции завершат в ближайшее время. А 28 июня, в день освобождения Могилева, студенты колледжа в новых максимально реалистичных декорациях реконструируют битву за родной город. Мы очень любим свой город. Здесь проходит вся наша жизнь. Мы ходим на работу, встречаемся, общаемся, находим новых друзей. Конечно же, мы должны с уважением, с любовью относиться к городу, очень беречь его. Но от этого и зависит и общее состояние городских улиц, состояние душевных людей. Это очень важно. Город Могилев, город Могилев, вообще для меня, это родина. А родина – это святое. Все мне здесь нравится. Я здесь родился, здесь выучился. Здесь получил образование. Здесь стал работать. Здесь стал писать музыку. И вот даже тот факт, что у меня написано где-то семь песен о Могилеве, очень сильны его традиции. Например, в духовой музыке. Все знают, что город Могилев – один из крупнейших поставщиков, музыкантов, духовиков для нашей столицы и вообще для нашего общества. Я люблю Могилев. Это мой второй дом. Вообще, я на самом деле тоже из Бобруйска. Я приехала сюда учиться, вот уже второй год учусь. Ну, возможностей очень много, потому что город большой. Много праздников, много концертов проводится везде, приглашают везде. Я живу в общежитии. Здесь музыка в общежитии играет постоянно. Также мы любим собираться друзьями и играть песни. Вот на 9 мая собрались, играли военные песни. Я люблю Могилев. Я люблю этот город. Я люблю находиться здесь, жить здесь. Мне нравится просыпаться каждое утро и ехать в колледж, просматривая каждый раз что-то новое из своего города, проезжая мост. Я горжусь тем, что я здесь родился. Могилев – город огромного вдохновения. Есть такие места, что приходишь, смотришь, и рождается музыка в голове. Вот это мне очень помогает всегда в работе. Конечно, город вдохновения. Днепр. Потом прибрежные вот места, около Днепра есть очень красивые места. Ну вот, на гору взойдешь, посмотришь вниз, красота неописуемая. Ну и вообще, я много где бываю, здесь очень приятно жить. Очень приятно жить. И где бы я ни бывал, всегда тянет сюда. У меня Могилев и любовь к этому городу связаны прежде всего с работой и с любовью к колледжу, в котором я работаю. И хочется самое главное сказать, что здесь работают не просто высокие профессионалы, а работают люди с огромной любовью в сердце к музыке и к детям. Когда подходишь к нашему колледжу, во-первых, он расположен в очень красивом месте. Всегда очень радостно. Я вот не кривлю душой, ощущая счастье, что ты вот идешь по красивой улице, он расположен, я считаю, на самой центральной, самой красивой улице города. И вот нашему любимому городу 750 лет. Мы от всего коллектива хотим пожелать городу процветания, ведь и коллектив учащихся, и педагогов – это сегодняшние жители города. Ну а учащиеся – это, конечно, и смена поколений. Пусть город процветает, развивается. Жители по-прежнему с любовью относятся к городу и радуют город, как и город радует всех своих жителей. С праздником, Город Куренов! Думаю, многим из вас знаком этот предмет. Летающая тарелка, летающий диск или просто фрисби. И кто бы мог подумать, что перебрасывание вот такой вот пластиковой тарелочки может стать самым настоящим видом спорта, со множеством вариаций. В Могилев фрисби приехал, а точнее прилетел вместе с Елизаветой год назад. Девушка распределилась на работу в наш город. Здесь нашла единомышленников, любителей побегать за летающей тарелкой. Теперь ребята вместе тренируются, ездят на соревнования по алтимату – командному виду фрисби. Для девушек подходит и для парней подходит. Каждый здесь может найти именно что-то свое. У парней, конечно, более зрелищно, более травмоопасно, потому что они более резкие. Но также есть еще команды микстовые. Там может играть и парни, и девушки могут. В конце 40-х в Америке была весьма популярна тема НЛО. Этим-то и воспользовался один находчивый предприниматель и придумал пластиковую летающую тарелку. Новинка под торговой маркой Pluto Platter стала очень популярной. Но экономные студенты придумали альтернативу и начали бросать друг к другу жестяные подставки для пирогов фирмы Frisbee Pie Company. Название Frisbee закрепилось в студенческой среде, что заставило разработчиков переименовать пластиковый диск. В Ultimate существует два основных броска – бэкхенд и форхенд. Бэкхенд бросается слева, форхенд – справа. Если я хочу бросить диск вам, то мне нужно стать боком. Или же, если я стою к вам прямо, проще всего сделать выпад в левую сторону. Указательный палец лежит на бортике. Большой палец, вот здесь на диске сверху есть такая шероховатая поверхность. Большой палец нужно положить на него. А три остальных держит диск снизу, чтобы можно было задавать ему угол. Соревнуются две команды. Задача – выбить диск у соперника и поймать его в голевом поле. Команда телевидения против команды профессионалов. Кто кого. Помимо командного Ultimate бывает индивидуальный фрисби-фристайл, где спортсмен демонстрирует красивую и зрелищную связку из трюков и финтов с диском. Диск-гольф напоминает обыкновенный гольф, только вместо мячиков – диск, вместо лунок – специальной корзинки. А еще – док-фрисби. Правда, тут важно наличие не только диска, но и собаки. Со счетом 1-10 телекоманда продула профессионалам. Но в такой игре главное не это. Здесь есть такая вещь, как дух игры. То есть в футболе, например, после игры ты можешь испытывать ненависть к своим соперникам. То есть хочется чуть ли не драку устроить. А в Ultimate, наоборот, вот, например, после турнира, мне, наоборот, хотелось поговорить с игроками, пожелать им удачи, и обсудить, как, что они делают, поделиться опытом. Ощущение, когда у тебя получается красиво, хорошо бросить диск точно в цель, это просто непередаваемо. Это пока сам не сделаешь, ты не поймешь, что это такое. Было в моей жизни много видов спорта, но фрисби зацепило. Очень понравилось само по себе, как построен этот спорт. Ловить, бросать. И еще такой факт, как бег. Я не любила бегать никогда, но именно в фрисби я полюбила бег. В планах могилевских любителей фрисби – собрать профессиональную команду. Ребята готовы принять в свои ряды всех заинтересованных, обучить технике бросков и правилам потренироваться, а потом всем вместе отправиться на соревнования, возможно, даже международного уровня. Так что если увидите летающую тарелку, плавно скользящую вдоль водной глади Днепра, не пугайтесь, это тренируются могилевские любители фрисби. Хотя... В Могилеве пришло время собирать камни и творить. Наш город принимает международный пленэр по скульптуре. Десять мастеров из Беларуси, Молдовы, Грузии, Сербии и Китая почти месяц будут воплощать в камни свои творческие идеи и взгляд на прошлое, настоящее и будущее могилева. Такая тема пленэра выбрана неспроста. Он посвящен юбилею нашего древнего города. Десять человек наипрекраснейших профессионалов, широко ведомых в Беларуси, у себя народими, замежами. Потому что у всех эти люди вельми активно ездят по симпозиумах и вельми активно своими працами упрекоживают наш свет. Камень – материал одушевленный, говорят скульпторы. Часто он сам ведет руку мастера и подсказывает идею. Это мои, как говорится, творческие задумки. Но скажу, что это будет достаточно большой камушек, большая скульптура. Я как-то больше интересуюсь именно каким-то образом человеческим. И именно в камне пока еще сложно что-то придумать, какую-то тематику, но именно какой-то образ хочу писать. Скульптура – важная часть городского пейзажа. В каждой своя история. Она делает город неповторимым и узнаваемым, а порой становится его символом. Любому городу нужна скульптура. Это одна часть культуры нашей, потому что через скульптуру мы свои чувства, мысли, все это остается причем в камне и навечно. В этом году мастерская под открытым небом разместилась на берегу Дубровенки. Участников и гостей Пленера ждал приятный сюрприз. Рядом с рабочей площадкой открылась галерея могилевского скульптора Андрея Воробьева. В ней – лучшее произведение мастера. Итог творческой работы многих лет. И тут не только выставы, тут будут разные творческие акции, концерты. Зараз Владимир Вениаминович Браиловский для нас играет. Творческие встречи, презентация новых прад. Пленер продлится до 28 июня. Новые скульптуры станут подарком городу в день его рождения и украсят могилев. Результат вот этого примера, чтобы превратился в некий такой парк скульптуры в городе, чтобы можно было прийти и в одном месте что-то посмотреть. Вот это будет такое пожелание. И оно исполнится. Все скульптуры планируют установить в будущем городском парке отдыха под Николье. А теперь о культурных событиях, что пройдут в Могилеве в ближайшие дни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В четвертый раз Могилев принимал этап чемпионата Беларуси по дрифту. Настоящее дымно-скоростное шоу прошло на площадке Могилевского аэропорта. Быстрая, динамичная и очень крутая трасса, которую в этом году разработали организаторы. Настоящий сюрприз для зрителей и пилотов. В этом году заявки на участие в Могилевском этапе подали почти 30 дрифтеров из четырех стран мира. Беларуси, России, Украины и Литвы. Могилевский этап в этом году какой? Очень быстрый. Супер постановка. Впервые за шесть лет белорусского чемпионата. Это такая быстрая и крутая постановка. Нам здесь поставили задачу, что мы не должны начинать постановку пауэрдрифтом. То есть ручник, газ и поехали. Нам здесь нужно поставиться инерционно, пролететь достаточно большой поворот, для того, чтобы дотянуть до нужных клиперов. Сложновато это делать. То есть нужно разогнаться максимум, что может автомобиль. И вот в каком-то неуправляемом полете, двухсекундном, ты летишь куда нужно. Здесь трасса очень быстрая, сложная технически. И поэтому, чтобы пилоты мы видели парный дрифт, в котором, скажу честно, в пятницу, когда мы начали эту траекторию как-то придумывать, тренировать, были небольшие сомнения, потому что будет сложно показать парный дрифт, особенно на входе, потому что большая скорость. После небольшой инициации нужно перекладку сделать, не вылететь, остаться в базе. Но я доволен. Четыре главных фактора оценки в дрифте – скорость, траектория, угол и зрелищность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самыми яркими я могу отметить непосредственно саму трассу, то, что очень хорошая, очень нравится. И, конечно, зрители, атмосфера здесь очень дружелюбные все. Нам очень нравится у вас. Машинки классные? Да. Они очень сильно дрифтовали, очень было много дыма вообще. Я думаю, что они сейчас улетят. Как ты думаешь, скорость там какая? Ну, километров сто. 140, да, скорость входа. Очень техничная постановка, быстро, очень круто. Всем нравится. Пилотом я имею в виду. Здесь классная погода, хорошая площадка. Достаточно веселые и отзывчивые зрители, которые пришли. Для них это что-то новое. Им хочется, можно много чего даже сказать, донести. В финальном заезде встретились абсолютно чемпион могилевских этапов минчанин Сергей Исаак и гость из Москвы Павел Бусыгин. Впервые за историю могилевского дрифта в самом финале судьи назначают перезаезд, по результатам которого чемпионом могилевского этапа 2017 стал... Павел Бусыгин! Друзья, вот они чемпионы. Вот они лучшие из лучших. Чемпионат Республики Беларусь объединяет страны. Я получил просто нереальное удовольствие. У меня еще и было два заезда, получается. Сергея было две жизни, поэтому просто на 200% кайфанул. Когда узнали, что будет перезаезд, волновались, разволновались, разнервничались или как это было? Да не, уже на самом деле к финалу эмоции отпускают, поэтому просто едешь и получаешь максимальное удовольствие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok